Маленькие ножки бежали по дорожке Отлично, молодец, справился Это далеко не первое логопедическое занятие с Демидом Благодаря регулярной коррекционной работе педагогов У мальчика наблюдается заметная положительная динамика борьбы с заболеванием Я хочу отметить, что она очень положительная Именно вот в этом детском саду, именно вот с этими специалистами Я замечаю огромную динамику в развитии Миссия детского сада Казанского федерального университета «Мы вместе» Это создание системы комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра В условиях специального и инклюзивного образования Это уникальный проект, аналогов которому не существует в России Модель детского сада состоит из основных трех направлений Это коррекционно-развивающее, консультативно-диагностическое и научно-исследовательское направление В рамках коррекционно-развивающегося направления в детском саду работают 10 групп кратковременного пребывания В группах особый ребенок, дети, как и в обычном саду, находятся без родителей Каждый день в течение пяти часов они получают индивидуальные и групповые занятия со специалистами Ходят на прогулки, учатся общаться друг с другом, играют вместе В каждой группе есть высокотехнологическое обеспечение и прекрасное оборудование В своей работе мы активно используем интерактивные доски, сенсорное оборудование, разнообразные дидактические игры, обучающие игры С неговорящими детьми используем систему альтернативной коммуникации ПЕКС Читал? Где читал? Читал? Долг Все сделал, замочек закрываем Работа сложная, но интересная Зачастую к нам попадают дети уже в 6-7 лет, не владеющие вербальной речью И для них нам важно подобрать адекватные средства общения Чтобы они могли выразить свои желания, выразить свои потребности И по результату диагностики, и опираясь на возможности ребенка, мы подбираем такое средство Через печать и чтение педагоги вызывают у ребенка звуки В каждой группе есть компьютер и оргтехника, а также высокоскоростной интернет Поэтому диагностические материалы и индивидуальные учебные программы доступны в любое время Этот детский сад уникален прежде всего тем, что специалисты здесь в работе с детьми применяют методы прикладного анализа поведения Это такие методы, которые имеют научно доказанную эффективность в мировом масштабе И позволяют очень эффективно и продуктивно обучать детей различным навыкам и корректировать их нежелательное поведение Методы прикладного анализа поведения применяются повсеместно Как на занятиях, так и в свободной деятельности, в режимных моментах Активно используется визуальная поддержка Фотографии детей, визуальное расписание, цепочки бытовых действий, алгоритмы выполнения заданий Это упрощает для детей понимание задач, способствует быстрому усвоению нового Первая связь между ребенком и педагогом проявляется в виде музыкального диалога Музыка помогает включиться в окружающую среду, способствует развитию творческого воображения Для повышения мотивации детей применяются различные системы поощрений Консультативно-диагностическое направление представлено Центром сопровождения семьи Это отдельный блок в детском саду, где дети получают комплексное обследование специалистами мультидисциплинарного консилиума А затем регулярно посещают занятия с логопедом и дефектологом Родители же получают индивидуальные консультации, а также мастер-классы и тренинги Немаловажное и научно-исследовательское направление Детский сад сотрудничает с различными институтами и кафедрами КФУ Выступает площадкой для проведения прикладных и фундаментальных научных исследований в области аутизма Научно-клинический центр прецизионной регенеративной медицины тесно сотрудничает с детским садом для детей с РАС Мы вместе КФУ У нас есть три отделения Центр патологии речи, отделение видеоэгомониторинга, отделение двигательной нейрореабилитации А также исследовательская группа ученых, которая занимается изучением особенностей питания детей с РАС И изучением различных иных аспектов, которые необходимы для комплексного восстановления, для комплексной абилитации детей с РАС Так был поддержан проект, который направлен на оценку исследования влияния дисбиотических нарушений, которые мы наблюдаем у детей с расстройством аутического спектра, на иммуновоспалительные реакции в их организмах Мы надеемся, что данное исследование позволит разработать и внедрить диагностическую панель для оценки дисбиотических нарушений у детей и иммуновоспалительных реакций в организме Уникальная модель детского сада КФУ, создание которой было инициировано Ильшатом Гафуровым, высоко востребована как родителями, так и специалистами и учеными Это федеральная инновационная площадка по разработке и реализации адаптивной образовательной программы дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра Широкое применение передовых инновационных технологий направлено на достижение важной цели – всестороннее развитие детей с РАС Которое позволит им продолжить обучение в школе, социализироваться и максимально реализовывать свой потенциал Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз